Долларовое дерево Вот такой символичный подарок может быть для ваших друзей И сейчас мы соберем подарок для садоводов Которыми, наверное, являются, если не каждый третий в нашей стране А может быть даже и больше, если с учетом всех членов семьи И вот собрать такой подарок для садовода очень даже просто Но мне вот один знакомый сказал, я бы собрал с удовольствием набор семян для своих знакомых Но я-то сам в них ничего не понимаю, не разбираюсь, какие эти семена покупать Я сейчас дам вам набор таких семян, которые пригодятся любому садоводу и в любом саду Это, конечно, прежде всего набор зеленых культур Вот посмотрите, смотрите, как их сразу много То есть у вас будет сразу ваша шкатулочка подарочная наполнится уже одними только зелеными культурами А шкатулочку возьмите какую-нибудь поинтереснее Сейчас выбор коробочек различных всевозможных предостаточно И вот я взяла, например, такую, она из такого пластика сделана Хорошо будет держать форму И там можно будет как раз хранить вот эти вот семена удобно Вот что нужно подарить Укроп, конечно, да, он в любом саду пригодится Очень рано дает урожай И берите, пожалуйста, сразу, ну скажем, 2-3 пакетика Потому что сейчас количество семян в этих пакетиках очень маленькое Это раньше у нас было там по столовой ложке нам положить с вами, да А сейчас их мало Возьмите разных сортов и 3-4 пакетика этого укропа И ваши друзья будут довольны Укропчик сюда кладем Следующая, значит, у нас петрушка Петрушка бывает листовая, бывает корневая И та, и другая подойдет Еще бывает вот такая кудрявая петрушка И вот видите, я даже вот этой кудрявой, я знаю, что очень многие любят Вот этой кудрявой петрушечке положил 3 одинаковых пакета Пускай ее будет много Ее даже в виде бордюра высаживают около, вокруг клумба с цветами Петрушку сюда кладем Следующая, кориандр Ой, незаменимая приправа для шашлыков Такая ароматная, свежая И, конечно, она на грядке должна присутствовать Вот кориандр тоже не забывайте, опять же, 2-3 пакетика Теперь базилик Тоже такая пряность, которая у нас набирает популярность Ее лучше, я дам маленькую подсказочку Ее лучше высаживать в парник сначала А потом эти вот подросшие уже растения Пересаживать в открытый грунт Они так быстрее намного развиваются Потому что базилик все-таки теплолюбивая культура Но вашим основным растениям в парнике Они ничуть не помешают Одной строчечкой вы вдоль грядки с огурцами, скажем, там посеете И у вас будет прекрасный урожай этой зелени До тех пор, пока ваши огурчики подрастут Вот посмотрите, базилик есть Очень разный по вкусу и по цвету И по запаху Вот лимонный бывает Бывает пряный такой Бывает перечный запах То есть вы посмотрите и выберите тоже Купите несколько сортов Вот я здесь два положила Вот зелененький и бордовый Тоже можете купить Теперь листовой салат Вот есть еще листовой салат качанный То есть у него тоже листочки едят в пищу, употребляют Но он такие качанчики образует Но его не всем под силу вырастить Тут нужно знать тонкости агротехники А вот этот листовой салат у всех удается Пожалуйста Ага, так еще вот это вот я отдельно скажу Пожалуйста, посмотрите, какие тоже разные сорта Вот зелененький Вот такой кудрявый Красный И вот очень интересный Очень понравился многим вот этот вот салат Который называется шоколадный заяц Он декоративно очень на грядке смотрится А посмотрите, как будет красиво Если вот так вы, скажем, на грядке посеете Бордовый, красный и зеленый В перемешку Замечательно будет смотреться на грядке Просто декоративное украшение вашего огорода Вот я еще что хочу вам порекомендовать Из зелени вот такое растение Любисток Для соления незаменимое В огурцах, ну, просто это самая главная пряность И должна быть тоже на каждом огороде Многолетние, кстати сказать, растения Вы посеете У вас из каждого семечка вырастет огромный куст И вы можете собирать зелень с этого куста Засушивать И дальше он идет также и к мясным блюдам И в супы То есть везде-везде И говорят еще, что для мужчин очень полезен Укрепляет вот связи семейные Так что имейте в виду Очень полезные растения Так, конечно же, какой сад весной без редиски Вот посмотрите, дорогие друзья Даже такие пакетики вот можно покупать То есть беленькие Не обязательно цветные Они подешевле стоят Но садоводу-то главное Не то, сколько стоит этот пакетик А название сорта Вот видите, какое красноречивое название 18 дней То есть за 18 дней у вас созреть редисочка Вот посева И теперь еще посмотрите Вот такие веселые сорта Разноцветные У меня ребятишкам очень нравилось Когда они были маленькие Вот такие редиски Выдергиваешь, ага, желтые Выдергиваешь, там бордовые, белые Еще сиреневые бывают Вот такие редисочки Теперь вот такие сосульки Они чем хороши? Их видно над поверхностью земли Тоже очень дети любят собирать Потому что сразу видно, какой корешок вырос Вот сосульки А вот такой вот дайкон, пожалуйста Их тоже очень много Вы в магазине можете выбрать Есть даже с розовой мякотью Он тоже очень хорошо удается Особых сложностей в игротехнике нет И всем-всем он, даже детям, удастся вырастить его Так, вот этот дайкон минаваси Тоже очень хороший С нежной мякотью Очень хороший корнеплод получается Так что имейте в виду Вот такие белые пакетики Тоже можно покупать Смотрите, вот еще одна культура Которую все любят И дети, и взрослые полакомятся Летом вот такими сочными стручками гороха А посадят даже ребенок Это очень крупные семена Так что не ошибетесь Если купить такие вот семена гороха Они тоже есть разные И горох лучше тоже покупать По нескольку пакетиков И чтобы была такая хорошая полноценная грядка Что еще выращивают на всяком огороде Огурцы Выбор огурцов сейчас огромный просто И вот можно растеряться Что же выбрать, какие огуречки Вот я здесь вам представила Несколько сортов Сейчас я их назову Вот, например, ацтек Эти огурцы отличаются тем Что они теневыносливые И у кого не хватает света В саду Вот могут выращивать такие огуречки И, кстати, их можно выращивать Даже на окне в комнате А сеять такие огурчики Можно уже начиная с января Так, теперь вот такой вот огурец Пасамонте Специалисты выделяют Его, этот сорт Как один из самых урожайных огурцов Раннеспелых огурцов Вот, пожалуйста, попробуйте его посадить Я сажала, мне очень понравился Вот этот сорт Эколь Запомните на букву Э Не так уж много сортов Запомните его Я его сажаю уже, наверное, седьмой год Мне очень нравится Очень урожайный Даже первые завязи у него не облетают Вот тоже такой сорт можете приобрести Вот тоже очень говорящие названия По моему хотению Сажала я его Очень хорошие огурчики Не подводят У них срок созревания 45 дней Представляете То есть от посева Вы посели через 45 дней Полтора месяца И вы уже будете иметь огурчики Вот И вот такой еще Огурец Карина У него Такое преимущество Что он устойчив к корневым гнилям Вот сейчас это такое заболевание Которое поражает во всех садах Наши огуречные посадки Имейте в виду Вот такой сорт И есть, который устойчив к этому заболеванию А так Вот если вы будете выбирать сорта огурцов И не очень-то в них разбираетесь На какие свойства нужно обратить внимание Вот здесь на обороте читайте Чтобы этот гибрид был Портено-карпический Вот такое слово Оно означает Вот здесь вот точно есть Вот второе слово Смотрите, огурчик Портено-карпический То есть он завязывается без участия пчел Не нужны они ему То есть без опыления У него возможно завязывание плодов А это значит, что он не зависит От погодных условий Пчелки у нас в солнечную погоду летают В пасмурную не летают А вот портено-карпические огурчики Они завязываются в любую погоду И еще одно Здесь тоже на обороте Смотрите Волшебное слово Устойчив Вернее Генетически Без горечи То есть У вашей огурчики Никогда не будут горькими При каких условиях Вот два Значит Портено-карпический И генетически Без горечи И тогда любые сорта Которые вы приобретете Они будут Очень хорошим подарком Для ваших друзей Ну и конечно Помидоры Только уточните Пожалуйста У ваших друзей Как-нибудь Так вот Осторожненько Выращивают ли они Рассаду дома Если выращивают То вы конечно Можете купить И тоже Семена помидор Я очень люблю Лично Семена сибирской серии Вот И здесь Вот Вот пожалуйста Вот написано Сибирские семена И здесь Я как раз Подобрала Такие вот Сорта Которые будут Хорошо удаваться В нашем климате Вот Настенька Пожалуйста Очень хороший Гибрид Ранне спелый Всего 100-110 дней От Всходов Дальше Вот здесь Вот медовое сердце Если почитать Отзывы В интернете Очень многие Хвалят Этот гибрид И За вкусовые Качества И по внешнему Виду Замечательно Выглядит На мякоть Когда разрежешь На хурму Напоминает Замечательные Помидорки Так Теперь вот Розовый мед Один из лучших Розово-плодных Сортов И тоже Очень всем нравится Мясистый Такой Сахаристый Замечательный Гибрид Вот Гибрид Каспар Смотрите Пожалуйста Какая у него Форма плодов Идеально Они убираются В баночку Плотненько Так друг Другу Прямо как Патроны в обойме И очень хорошо Подходит Для маринования Для засолки Вот этот вот Подснежник Он для открытого Грунта Очень хорошо Подходит Он и раннеспелый И невысокий И дружно Отдает урожай И уходит От фитофтороза Вот этот вот Сибирский Экспресс Очень Название Такое Подходящее Для этого Гибрида Потому что Он очень Раннеспелый И дружный Отдача урожая Отличается Опять же Видите Это сибирская серия И значит Для средней полосы Очень подходят Эти томаты Ну вот И розовый Андромеда Тоже Розово Плотные Сорта Они Всегда Любимы Всегда Ценятся И по отзывам Садоводов Очень хорошо Подходят Посмотрите Сколько У нас Уже Набралось Семян В нашей Замечательной Шкатулочке И это Еще не Все Дорогие Друзья Я хочу Еще Цветов Добавить И опять же Нужно Учитывать Выращивают Рассаду Ваши Друзья Или не Выращивают Я предлагаю Положить Туда Семена Которые Прямым Посевом В открытый Грунт Можно посеять То есть Это Точно Вы не Ошибетесь Посмотрите Космея Ее Очень много Сортов Есть Макровые Сорта Есть Сорта Так называемые Ракушки У которых Лепестки Завиты В виде Ракушечек Таких Вот Космею Посмотрите Можно Несколько Сортов Положить Дальше Вот Ишольцы Тоже Очень Разные У нее Бывают Оттенки И цвета Яблони И оранжевые Оттенки Бывают И сейчас Смесь Оттенков Различных Замечательная Поляночка Получается Их надо Сеять Очень поверхностно И Они Тогда Непременно Взойдут Тоже Надо Нужно Несколько Пакетиков Потому что Их Мало Вот Дальше Вот как раз Космея Про которую Я говорила Что она Махровая Посмотрите Как она Отличается От этих Обычных Ромашек Которым Мы Привыкли То есть Если Вы Подарите Такое Вот Растение Ваши Друзья Будут Очень Довольны Календула Всевозможные Сорта Сейчас Присутствуют В продаже И Ярко Оранжевые И Бледно Такие Кремовые И Вот такие Желтые Но Махровые Вы видите Они уже Даже Не Календула А Гербер Больше Напоминает Очень Изысканные Стали Сорта И Кстати Сказать Не утратили Своих Целебных Свойств То есть Вот эти Лепесточки Можно Засушивать Потом И Также Использовать Для полоскания Если У вас Горло Заболело То есть Вот Календулу Тоже Очень Советую Приобрести Васильки Ой Как Я люблю Эти Растения В каждом Саду Тоже Считаю Должны Быть Им Не Совсем Немного Нужно Место Замечательно Всходит Вот Одни Из Таких Растений Которые Ну Совершенно Беспроблемные Побросал В почву Чуть-чуть Вот Присыпал Леечкой Полил И все И жди Что Обязательно У тебя Васильки Будут Летом Цвести Замечательно Вот Еще Бархатцы Конечно Какой Сад Без Бархатцев Они Кстати Очень Полезны Еще Для Отпугивания Вредных Насекомых Почвенных Нематоды В частности И вот Бархатцы Конечно Обязательно На участке Должны Я хочу Представить Вот эту Серию Мимимикс Я уже Давно О них Говорила Несколько Раз Они Буквально Сотни Сотни Мелких Цветочков Образуют И такой Шарик Просто Получается Из каждого Растения Вот Тоже Посадите Пожалуйста Или Подарите Своим Друзья Очень Понравится Им Ну И Рудбекия Вот Это Растения Которые Есть И Однолетние И многолетние И двулетние Вы посмотрите Вот Если вы Возьмете Однолетнюю Рудбекию Прямым Посевом В грунт Она Успевает Вырасти И в августе У вас Будет Шикарно Цвести Вот Дорогие Друзья Теперь С цветами Наша Шкатулочка Еще ярче И красивее Стала А ваши Садоводы Если получат Вот такой Подарок Ой да Они будут Смотреть Вот и прям Перелистывать И читать Вот эти Эти описания С удовольствием То есть Это не просто Вот такие Вот они Вы подарили И они Поставили Спасибо Нет Они обязательно Заглянут И каждый пакетик Прочитают И проверят Теперь Что еще Можно сюда Положить Как говорится Для полноты Комплекту Средства Несколько Пакетиков Потому что Все лето Им можно Пользоваться И от Тли И от Смородинного Пачкового Клещика И от Паутинного Клещика Если не дай бог Он заведется То есть Вот это Вот такое Безвредное Безопасное Средство Ну и Наконец Вот это Феравит Это тоже Стимулятор Для растений Если у Растений Начали Желтеть Листочки У рассада Например Начали Листочки Желтеть Вот это Средство Вам поможет Вот дорогие Друзья Какая у нас Уже наполненная Коробочка Получилась И это Вы учтите Что я Некоторые Семена Всего по Одному Пакетику Положила А если Вы выполните Мой совет И по Два Например Пакетика Возьмете У вас Целая Такая Коробочка Закрываем Можно Даже Еще Вот для Аромата Для Новогоднего Настроения Туда Мандаринчики Положить И Отличный Подарок Вашим Садоводам Если Вы Еще Привяжете Сюда Большой Красивый Бант Я думаю Ваши Друзья Будут Очень Довольны Таким Подарком